Всем привет, друзья! Многие люди интересуются, как же измерить процент жира в организме. Первый метод, которым могут воспользоваться абсолютно все, это определение на глазок. Для определения даются вот такие вот фотографии, которые вы сейчас можете видеть на экране. С помощью них можно довольно точно определить, какой процент жира вы имеете. А заодно, естественно, можно увидеть, как вы изменитесь, если вы наберете массу или наоборот скинете. Также у многих новичков такой есть вопрос, как же накачать пресса. Естественно, накачка пресса также заключается в жировой массе. Если у вас высокое содержание жира, то ни о каком прессе разговора быть не может. Для того, чтобы был виден пресс, мужчинам нужно 6-13% жира, а женщинам 14-20%. Кстати, второй довольно распространенный метод – это измерение линейкой. Обычно это можно сделать штангенциркулем или таким специальным прибором для измерения жира – калипером. Чтобы не наговорить чуши, я прочитаю. Методика простая. Встать прямо, найти точку в 10 см справа от пупка на его же высоте. Защипить пальцами кожу и жир на этом месте и измерить толщину получившейся складки калипером. Как я сказал, калипер – это специальный прибор для измерения складок жира. Полученную цифру и возраст нужно сопоставить с этой таблицей, показывающей количество жира. Эта таблица, естественно, для мужчин отдельная и для женщин отдельная. Также в интернете есть калькулятор для измерения жира. Я абсолютно не знаю, насколько он точный, но он есть. Там нужно вводить рост, возраст, сколько вы занимаетесь, сколько раз в неделю занимаетесь и так далее. Я вообще абсолютно не уверен насчет этого калькулятора, но если хотите, попробуйте. И последний, наверное, самый очень точный метод измерения жира – это измерение током. Этот прибор пропускает слабенький такой ток по вашему телу, и сигнал прохождения тока зависит от количества жира в вашем организме. Чем больше в вашем организме жира, тем слабее этот ток проходит. А если быть точнее, тем медленнее идет сигнал. Этот метод имеет погрешность всего 1,5-2%, не больше. Но есть, конечно же, еще один такой очень, ну, довольно точный метод, скажем, да, это взвешивание в воде. Это очень запарный метод, потому что его проводят в специальных клиниках, которые есть не в каждом городе, и я думаю, об этом даже говорить не стоит. Такие вот методы. Надеюсь, вам было интересно это видео, потому что немногие люди знают эти методы, и должно быть интересно. Если интересно, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, и увидимся в следующих выпусках. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok